Физкульт привет! Друзья, сегодня у нас видос о креатине. Ну, в моем случае это креатин моногидрат, который я получил прям с Америки с сайта iHerb. Ну, ссылочка на это видео, где он приезжал, распаковка по ссылке, кто не видел, будет в описании под видео. Ну и ссылка на сам магазин, где вы можете заказать этот креатин или любое другое спортивное питание. Короче, все ссылки будут в описании под видео. Ну, а сегодня я расскажу на своем личном примере, как я употребляю, как, когда, сколько, что такое креатин, и также мы проверим, нормальный он или нет. Это будет сегодня. Итак, давайте открываем, смотрим. Что такое креатин? Креатин это такая спортивная добавка в виде порошка у меня. Есть еще капсулированные формы. Сейчас вам покажу. Вот такой порошок. Помол очень мелкий, ну, как такая мелкая соль, такой песок. Есть также и другие формы, ну, где-то как сахарная пудра вот такая. Ну, в основном это вот такой формы, как у меня, в порошке. Вот, он кристальный такой, кристаллики под зубами, хрустит все реально, если запивать водой, потому что он не растворяется в воде. Вот, и что это такое, зачем он нужен? В спорте, друзья, это в основном для силы и выносливости, плюс объем ваших мышц за счет задержки воды в организме. Креатин также есть и в натуральных продуктах, это в основном в мясе, но там его мизер, а здесь уже концентрированный чистый креатин, вот покупаете и употребляете. Это не стероиды, не какая-то там хематозия, это нормальное спортивное питание, потому что в комментариях под видео часто там читаю, пишут, что там, вот, накупил уже какой-то там химии, стероидов, стоять не будет. Короче, читают, блин, ну там кошмар, такие комментарии, ну, короче, вы поняли, да? Друзья, это не хематозия, это не стероиды, стоять будет. Вот, ну и что, давайте сейчас расскажу, как принимать и сколько. Принимать можно в два вида, есть два основных вида приема, с загрузкой и без загрузки. Дозы в обеих вариантах одинаковые, это у нас получается 5 грамм. Вот у меня черпачок, это какого-то креатина, я уже не помню какого, это у нас 5 грамм. Ну, или у вас, если нет, это чайная ложка, это доза. Получается вот такая вот доза, 5 грамм. С формой загрузки, как употреблять? Давайте расскажу. Значит, с загрузкой это вы пьете каждый день, каждый день, 4 приема креатина, вот по этих 5 грамм. Получается в день сколько? 20 грамм креатина в день. 4 приема вы пиваете. Так, неделю вы пьете. После недели вы дозу уменьшаете где-то пополам на 2-3 грамма, меньше, да, и пьете еще месяц. Все. После месяца это у вас месяц перерыва, потом снова можете делать курс креатина. Это с загрузкой. Без загрузки, как я употребляю, вы пьете 5 грамм креатина, вот черпачок, каждый день по 5 грамм. Ровным фоном 5 грамм, но уже 2 месяца. Значит, с утра, когда только встали, сразу на голодный желудок, ну а в дни тренировок это сразу после тренировки. Вот. 2 месяца пьете после, потом у вас месяц перерыва, и потом снова можете делать курс креатина. Разница в чем, друзья? Разница в том, что если вам нужно побыстрее сделать уровень креатина в крови большим, да, вы пьете с загрузкой. Потому что после недели приема, вы 20 грамм в день принимаете, у вас уже уровень креатина большой. И потом вы только 2-3 грамма в день, вы только держите эту планку, да, чтобы был у вас уровень нормальный. Ну а если вам никуда-некуда спешить, вы просто пьете обычно ровным фоном, как я, все работает, все нормально. Я вам скажу так, что с загрузкой креатина идет гораздо больше. Вы уже смотрите, кому как. Вот. И основной еще момент, чем надо запивать, чем надо употреблять и чем запивать креатин. Основная фишка это запивать креатин только сладкими напитками, только сладкими. Если вы запьете креатин, к примеру, там, не знаю, апельсиновым соком, да, он кислый, креатин работать не будет, вы просто переведете тупо продукт. Надо пить только сладкими напитками, сладкими соками, напитками разными. Ну, там, часто рекомендуют пить виноградным соком запивать. Все бегут там в магазин, покупают виноградный сок Если нет виноградного сока, уже не знают, чем запивать Я вам скажу, друзья, вы не заморачивайтесь с этой фигней Это все фигня Можете пить виноградным соком, запивать и яблочным соком Ну, белый виноград, белое яблоко, не красное, потому что красные кислые Можете просто развести сахар в воде и запивать даже сахаром с водой Потому что все там только виноградный сок Это все фигня Лично я запиваю как, сейчас вам покажу Один из моих способов, сразу два зайца одним выстрелом Это у меня банка натурального меда Натуральный, охренительный мед, вот он Я как пью, я беру, с утра стою, беру ложку вот этого меда, такую большую Стакан с водой, его немного там в микроволновке разогреваю, чтобы была вода чуть теплая, чтобы легче было размешать Беру этот мед, стакан с водой, размешал, все Сладкий напиток Выпиваю этот мед, значит беру ложку креатина, засыпаю прям в рот Сразу в рот засыпаю и запиваю этой водой с медом Все отлично Это очень полезно, организм вам скажет только спасибо за мед Ну и креатин плюс еще будет работать Вот и все, не надо никакого там виноградного сока, там что-то бегать, искать по магазинам Вот такой вот способ Все работает Так, и еще один момент, да Еще один момент, креатин При употреблении креатина надо много употреблять жидкости Выпивать в день много воды, жидкости Потому что креатин задерживает воду И с этого ваши клетки набухают Становятся побольше ваши мышцы И конечно растут ваши силовые показатели Вот, так что надо много пить жидкости на момент курса креатином Надо это помнить И запивать только сладким Также можете запивать и после тренировки, к примеру, вместе с гейнером или с протеином Он также сладкий, без проблем Ну что, давайте сейчас проверим Проверим, нормальный он или нас, или нет Значит, как вы все знаете, или не знаете, я сейчас вам расскажу Креатин не растворяется в воде Если креатин растворяется в воде, это реально бодяга Я уже ранее проверял Вот у меня был креатин Биотэч USA Моногидрат также Он в воде нерастворимый А вот мой товарищ купил также биотэчевский креатин У него был уже помол такой, как пудра Он, говорит, засыпал в стакан Вода тупо просто стала прозрачная Никакого осадка нет, ничего нет Ну, короче, бодягу какую-то купил, я не знаю Вот, сейчас мы будем проверять У меня уже креатин здесь Креатин от Universal Nutrition Сейчас будем мы его проверять Потому что здесь этого уже у меня нет Я его съел А здесь я вам покажу, что же здесь А здесь у меня Что здесь? А здесь у меня овсянка, да, друзья? Здесь овсянка, потому что я ее покупаю В таких вот картонных пачках Она там не закрывается А банка как бы использовать можно, да Засыпаю сюда в баночку И удобно, и практично Вот Ну, а сейчас будем давайте Universal-овский тестить Я надеюсь, он будет нормальный Поскольку он здесь с Америки С сайта iHerb С iHerb я уже покупал Немеренно Спортивного питания Так, где-то вот столько воды нальем И все нормально Все рабочее Вот это у нас с iHerb Это с iHerb Это с iHerb Ну, там еще есть некоторые товары с iHerb Потом сделаю видос Все вам покажу Итак, вот стакан с водой Все, прозрачная вода Осадка никакого нет, как видите Берем Берем дозу 5 грамм Нашего креатина Засыпаем в стакан Оп Нормально И пробуем размешивать Будем мешать долго Чтоб уже наверняка Вот, мешаем Мешаем Вода мутная Ничего Не растворяется пока что Ну и надеюсь Не растворится Вот Ну что Смотрите Креатин здесь на стекле У нас Вода мутная Он реально оседает на дно Вот Вам, наверное, не видно Вот наш креатин Он весь Оседает на дно Давайте еще помешаем Так уже Чтоб Сто процентно было Креатин По-любому Должен оседать на дне Если у вас растворяется У вас бодяга Ну что Не растворяется Друзья Вот наш креатин Все оседает на дно Так что Реально Креатин Рабочий Нормальный Проверенный А и Херб Не подводит Ну что, друзья Вот вроде Все вам рассказал Прием Сколько Когда С чем Проверили Нормальный Или нет Так что Не забываем Про лайки Подписываемся На канал Пишите в комментариях Что вы на это все думаете Ну и ждем Очередные видосы Ну а я погнал В спортзал